Фактически мы дали старт новой отрасли на планете Земля, это транспортно-инфраструктурная отрасль. Но хотим отметить, что транспорт это самая консервативная на сфере деятельности человека, самая консервативная отрасль. Ну, если вот исторические налоги проводить, то, например, уздечка. Что там сложно в уздечке? От идеи до реализации масштабной прошло 700 лет. И что сложно в седле? Реализация седла это тысяча лет. Те же вертолеты еще Ленардо да Винчи рисовал. Допустим, первая железнодорога была в 1807 году в Великобритании, Солнце. Первый электромобиль, вот говорят, Тесла там создал суперавтомобиль электро, а первый на самом деле электромобиль построен еще в 1837 году, чуть не за 200 лет до маска. Это настолько сложная отрасль, что естественно надо годы и годы работать, чтобы продвинуться вперед. И я работать в этом направлении начал давно, еще, наверное, ребенком можно сказать. Я не знаю почему, но я в 6-7 лет конструировал гастровые ракеты в глухой деревне, среди болот. Не знаю, почему это было, да? Мне это было интересно. Горючего не было, я использовал расчески, они тогда хорошо горели, кинопленку вот, вот эти. Потом немецкий порох, там были после войны взорваны склады и ящиками пороха было находить, и мы вот с этого мастерили. А потом, когда переехали в Бжасказган, Казахстан, где-то недалеко от Байконура, я уже видел эти старты, потому что сидя в летнем комитете, видишь, что звездочка полетела, хотя до Байконура там могла 200 км, ну старт виден. А значит, кто-то полетел на связавтра, значит в прессе об этом сообщалось. Я уже начал строить троступенчатые ракеты. Топлива не было, я изобрел длинный порох, ну не знаю его состава, из того, что в аптеке продается. И довольно высоко эти летали ракеты, ну по крайней мере мышка, вот я посадил мышку с парашютом бумажным, она спускалась где-то с высоты 2 кг, осталось живо, никто не пострадал. И вот тогда я собственно ребенком заинтересовался транспортом, мне было интересно, может даже моя фамилия тут как-то повлияла, потому что на английском Unisky, Unisky это объединяющее небо через Т транспорт. Как моя фамилия расшифровывается? И я тогда понял, что ракета, это же транспортное средство, но оно неэффективно настолько, что оно не позволит решить, а я тогда уже начинал понимать, что на планете ведут серьезные изменения экологические, и индустрия, которую создал человек, цивилизация, убьет биосферу и убьет цивилизацию. Потому что так оказалось, что техносфера, создаваемый человеком биосфера, оказались в одном месте, в одной нише. Такие же вещи происходили примерно в доисторические времена, когда первобытные люди жбели в своем доме пещеры, костры и осваивали первые технологии. Они рали мясо на углях, выделывают шкуры и 20 лет минерали от рака легких. Потому что была нарушена экология их дома. Но они выжили, догадавшись вынести технологию за пределы своего дома, пещеры. И вот цивилизация потом развивалась десятки тысяч лет, и наш дом сейчас, это планета Земля, где нет перегородок, нет комнат. И индустрия развивается, она потребляет все больше и больше ресурсов, все больше и больше энергии. И вообще, если говорить о биосфере, то вся биосфера создана на отходах жизнедеятельности живых организмов. В начале была мертвая планета, когда появились простейшие, они стали развиваться, потом появились растения. И был жесткий утрафиолет, и жизнь не могла развиваться, потому что утрафиолет убивал все живое. Но когда появились первые растения, они стали как отход вырабатывать кислород. Кислород стал попадать в атмосферу, в высоких слоях атмосферы он разлагался утрафиолетом на озон. И озон стал задерживать утрафиолетом. И тогда появились возможности для развития жизни на планете, она стала больно развиваться. И поэтому то, что мы видим, то, что создана жизнь от отхода и жизнедеятельности. То есть кислород это от растений, почва это то, что умерло, принило. Это гумус и есть. Это все отходы. А если взять индустрию, то у нее другие отходы. Ни кислород, ни почва, CO2, триконы, другие. Вот эти отходы убьют биосферу. Я это понял давно. И начал искать пути, как решить эту проблему. И понял, что ракета не обеспечит внесение индустрии в космос. Я нашел решение. Вот космос на колесе. Когда система может за счет внутренних сил. Волнуюсь. Я нашел решение. Потому что есть законы физики. Многие относятся к ним скептически. Законы сохранения энергии и так далее. Пытаются вечные двигатели изобретать. Какие-то другие вещи делать. Я знаю, что это невозможно. И вот, зная законы физики, я искал путь, как все-таки выйти в космос без ракеты. Обороны нарушил закон, который гласит. Один из законов сохранения. За счет внутренней силы системы. А это внутренние силы системы. Нельзя переместить центр массы системы в пространство. Нельзя. Можно сломать руку. Оторвать голову. Выдрать клок волос. Но поднять центр массы. Приместить в пространство нельзя. Я стал искать. Ну, как говорят, креативить. А как вот обойти этот закон? Я нашел решение. Очень простое. Очень простое решение. Значит его нарисую. А сейчас на Skyway оттуда берет свои истоки. Потом немножко расскажу, откуда эта технология взялась. Если взять планету. Вот сетмасс планеты. Если мы сделаем некое кольцо. То сетмасс кольца тоже здесь. Иначе не совпадет. И для того, чтобы не перемещать сетмасс. То сетмасс кольца. Мы увеличим диаметр. То сетмасс остался на месте. Значит мы можем. Изменением диаметра. Кольца. Выйти в космос. Потому что. Космос это. 300 км. При диаметре Земли. 12000. С небольшим. В этом где-то полтора процента. Ему в космосе. И потом я уже нашел как это сделать. Технически это использовать. Вакуумные каналы. Вот тогда я еще. Можно сказать про образ гиперлупа этого. Который МАС сейчас делает. Вакуумные каналы. Только там не людей. Вакуум людей не стоит размещать. А маховики. Ренточные. Которые будут. Вращаться в вакуумном канале. За счет центробежных сил. Космосы могут. Увеличить диаметр. Кольца. И выйти в космос. Потом я сделал расчет. И оказалось что. Себестоимость космических перевозок. Можно снизить в 10000 раз. Вот с помощью такой системы. Например сегодня. Доставка килограмма груза в космос. Космоса пользуется где-то 20 тысяч долларов. Это стоимость килограмма золота. То есть любой груз доставлен в космос. Получается в золото. И как с помощью ракеты. Можно ослабить космос. И выносить допустим индустрию. Туда. Тем более что. Уже подсчитано 60 запусков шаттла. Американского. В год. Уничтожит весь озоновый слой. Это не о чем. Наверное миллионы, миллиарды тонн грузов. Ежегодно. Здесь можно за один рейс. Вывести 10 миллионов тонн грузов в космос. За один рейс. С помощью ракеты. Чтобы вывести такого колеса грузов. Ну на где-то 100 тысяч лет. То есть для того чтобы такого же колеса грузов. Вывести с помощью ракет. Их надо начать запускать. Еще когда жили неандертальцы. Да. И. Потом я. Пытался запрендитовать это. Естественно мне отказали. Переписываться лет 5. Были отказы спрашные. 50. Возражений против. Там были такие что. Влияние солнечного ветра. Вот чего он не влияет. Влияние лунной. Вот чего он не влияет. Земля геоид. То есть она не генеральный шар. Она имеет такую сложную форму. Это будет дестабилизировать кольцо. И оно будет разрушено. Посчитал. Все нормально. Все равно так сказать. Я стал публиковать. Тогда. В журнале. Техника молодежи. Изобретатель. Дезиннизатор. И на меня. Обрушился шквал критики. И среди них. Были такие замечания. Что. Не хватит материалов. Не хватит энергии. Как это вокруг земли. Надо построить эстакаду. Чтобы кольцо. И вот тогда. Зная хорошо. Сопромат. Я уже учился. Ну. Закончил институт. По специальности. Инженер. Путей сообщения. И. Зная законы физики. Я начал совершенствовать эстакаду. И то. Собственно. Тогда. Придумал. Струнный рейс. Я упростил его. До сюда. Максимума. А потом. Подумал. Что. Почему. На этот рейс. Поставить. Транспортное средство. Которое. Потом. Назвал. Ленингус. И так. Вот. Зародился. Скайвэй. Это было. Вот. Давно. Вот. Такая. Предыстория. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И. На самом деле. Я благодарен. И тем. Кто. Критиковал меня. Потому. Что. Они заставляли. Работать. Без этого. Я бы. Наверное. Не. Развивался. Даже. Благодарен. КГБ. СССР. Которая. Серию судов. Организованного против меня. Литва. Семечки. По сравнению с тем. Что там было. В советское время. Например. Были суды. Что. Я опубликовал статьи. В технике. Молодежи. И. запитатель. Лицензаторы. Я получаю. Иск. В суд. О том. Юницкий. Анатолий Эдуардович. Это псевдоним. А статьи написал. Таран. Владимир Таран. И. Он требовал. От редакции. Журналов. Чтобы ему. Гонорар. Заплатили. 45 рублей. Я помню. Еще. Купил. Женю. Подсвечник. Индийский. И. Чтобы опровержение. Написали. Что. Это. Юницкий. Это псевдоним. Таран. Да. Была серия судов. Я в суде доказывал. Я автор этих статей. Причем. Суды. На полном серьезе. Проходили. Но. Тем не менее. Они заставляли меня. Как бы. Работать. И. Двигаться вперед. И. Я потом. На одном дыхании. Написал. Монографию. Струнная транспортная система. На Земле. В космосе. Так что. Спасибо. За эти стимулы. И. Тогда. Собственно. Разработал. Это были 80-е годы. Теорию. Струнных дорог. Здесь. Очень сложная. Динамика. И. Сейчас. Там. Раздаются. Голоса. Что. Да. Тут. Все. Развалится. В Америке. Кто-то пытался. Строить что-то подобное. Ничего не получилось. И. Здесь. Обязательно. Ничего не получится. Поэтому. Есть. Даже. Целая. Теория. Наука. Я ее создал. Где. Показано. Когда. Возникают. Резонансы. Показано. Как. Уйти от них. Резонансы. Везде. Первые. Сверхзвуковые самолеты разваливались в воздухе. От. Вактор. То есть он летит. Приходится звуковой барьер разваливаться. А потом мы нашли как простое решение применить. И самолеты летают до сих пор. Так я знаю эти решения. Поэтому. Все будет нормально. И с струнным рельсом. И. С унибусами. Не пойдут они в резонанс. И. Не развалятся. Даже при высоких скоростях. И. Эта теория. Я создал. До скоростей. Где-то. До тысячи километров. В час. Таких скоростей. Больше скорости не нужны. В атмосфере. Потому что. На первом месте. Я тоже. Когда начал анализировать. То. Думал тоже. Использовать магнитную подушку. Это было модно. Да. Сейчас это модно. И. Тоже. Сименс. Допустим. Начал заниматься магнитной подушкой. Еще. В 30-е годы. Да. Первая. Это. Второй мировой войны. И. Потратили на это. Где-то. Создание. Магнитной подушки. Трансропит. Около 60 лет. И 6,5 миллиардов евро. И. Сделали систему. Которая. По энергетической эффективности. Хуже паровоза. Потому что. Коэффициент полезного действия. Оказался там. Но. У паровоза современного 15%. А там где-то. Трансропитов 12%. Да. Из причины. Потому что. В зазоре. Между ротором и статором. Там. Линейный. Это двигатель. Большой зазор. Маленький. Нельзя. Делать зазор. Большие потери. 50%. Потом. Потери. Переключений катушек. Потому что. Им надо менять. Даже. Частоту тока. А не напряжение в катушках. Катушки стоят через каждый метр. Со всех сторон. Чтобы стабилизировать вагон. При этом. Есть коммутаторы. Переключатели. И так далее. Когда ты. Потери все приносишь. Получается. Паровоз. Поэтому. Я взял. Становый колесовник. Которого. Коэффициент. Полезного действия. 99.8%. И. Когда. Говорят. Насколько. Поезд на магнитной подушке. Лучше. Вашей системе. Или хуже. А. Насколько. Сейчас. Насколько. Становое колесо. Лучше. Вот. Той системы. Что сделал. Семис. Значит. 12% КПД. Отнимаем. 100%. Минус. 12. А. Установ. Колеса. 99.8%. Отнимаем. 99. Ой. 100. Минус. 99.8. 8. Получается. 88. На. 0.2. 440. Это. Всего. Лишь. Физика. Поэтому. В. Тех. В. Вариантах. Систем. Где. Используется. Магнитная. Подушка. Такого. Типа. Как. Трансплопит. В. Этих. Систем. По большому счету. Нет. Будущего. Они. Очень. Неэффективны. И. Оказалось. Что. На. Первое. Место. При. Движении. Подвес. Относительно. Полотна. Аэродинамика. Я. Тоже. Был. Узяв. Это. Видно. По. Простому. Там. Если. Взять. Если. Это. Интересно. Технически. Подробно. Я. Просто. Хочу. Пообщаться. Рассказать. Историю. А потом. Зайдите. Вопросы. Чтобы. Понимать. Что. Я делаю. Куда. Вы пришли. Хорошо. Так. 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 Если. Взять. Динамическое сопротивление. Формулу. Там. Достаточно. Простая. Формула. По этому. Напишу. Мощность. Динамическое сопротивление. Ровна. Одна. Вторая. Ро. Плотность. Воздуха. Множен. На. В. Скорость. Фуби. Множен. На. ЦХ. Это. Коэзи центр. Множен. На. Медель. Это. Площадь. Попережье сечение. Если взять транспортное средство. Вот. Площадь. Попережье сечение. В максимальном сечении. Вот. Формула. Она простая. Видно. Что. Есть. Одна. Один параметр. В кубе. Все остальные. Одну. Первый степень. Это. В кубе. Что это значит. Представьте. У вас есть автомобиль. Вы едете на скорости 100 км в час. Петряйте. На. Динамику. Где-то 20 кВт. Это. Три. Там. Четыре литра. В час. Немного. Значит. 20 кВт. На скорости. 100 кВт. Час. 100 кВт. Низковато. Так. 100 кВт. Час. А теперь представьте. Что мы увеличим скорость до 500 кВт. Час. Этого же автомобиля. Скорость увеличилась в 5 раз. 5 в кубе. 5 на 5 на 5. 125. Значит. Умножаем. 20 на 125. 2500 кВт. Это. 5 танковых двигателей. Просто. У любого. Легкового автомобиля. Да. Поэтому. Это. Самое важное. Аэродинамика. На самом деле. Я это понял давно тоже. И. Поэтому. Бугатти. Это не может развить скорость. 500 кВт. Час. 1800 л.с. позволяет Бугатти. Это самый мощный. Ну. Серийный автомобиль. 430 кВт. Всего лишь. И. Тогда я начал совершенствовать аэродинамику. И. Улучшил ее. Взяли модели. Пробули. И. Могу сказать. Это. Тоже. Бугатти. Вот. Я рисую. Ну. Условно. Легковой автомобиль. Ну. Пусть там. Да. И. Рисую. Юнивус. Ну. В эту сторону. Веришься. Так. Вот. Здесь. Стоис. У. Бугатти. 0.38. Здесь. Стоис. Который. Мы. Продувками. В. Санкт-Петербурге. Я. На Рубине. Продувал. Больше десятка раз. 0.0.75. Сейчас. У нас. Эспектно-косудовское. Предприятие. А. Динамике. Я. Большое. Внимание. Уделяю. Мы. Работа. Мы. Пока. Об этом. Не. Рассказываем. Но. Мы. Уже. Добились. И. Нашли. Решение. Как. Т.Х. Снизить. До. 0.05. Рассказывает. Ну. Мы. Это. Естественно. Не показываем. Никому. Это. Уже. Увидят. Когда. Мы. Поедем. На. Ленину. Покажем. Какой. Вильнюс. Он. Отличаться. От того. Что мы показываем. На картинках. Это. Естественно. Да. Но. Это. Закрытая. информация. Ну. Чтобы. Понимать. Как бы. Это. На момент. Думать. Проснулся. Сон. Приснился. Все. Понялся. Это. Очень. Длительный. Процесс. Большая. Сложная. Работа. Если. Взять. Вот. Традиционные. Стакады. Вот. Балочка. Вот. Балка. Балочка. По сути. Вот. Опора. Вот. Опора. То. Здесь. С одной стороны. Шванишься. Это. Другой. Жестко. С одной стороны. Шванишь. С другой. Жестко. Слушай. Традиционные. Швы. И. Когда. Даем. Нагрузку. Балочка. Вот. Вот. Прогибается. И. Вот. Здесь. Возникает. Удар. Говорят. У меня. Что. У вас. Там. Американской. Горки. Американской. Горки. Чем. Выше. Разрыв. Удар. Мало того. Что. Разрыв. Здесь. Еще. Перелом. Видим. Если. Взять. Упер. Изгибающих. Моментов. Которые. Прилят. Материал. Материал. Эстакады. То. Вот. Если. Мы. Возьмем. Неразрезную. Конструкцию. Устроенный рельс. Да. И поставим на. 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 Опору. Материал. Подъезд. Эта. Нагрузка. Материал. Вот такая. Изгибающая. И это. Значение будет. Два раза. Меньше. То есть. Просто. Неразрывная. Конструкция. Посреди с этим. Удешевляется. В два раза. Потому что момент изгибающий, и нет вот этого перелома. Это самое слабое место у всех эстакадов. Тоже это давно понял и начал совершенствовать эстакаду, понимая, как она работает. Сейчас мы уже будем строить четвертое поколение. Я тоже не могу рассказывать, какая конструкция дали. Ну понятно, что там есть серьезная наука, это не просто давай мы так сделаем, давай вот так сделаем. Очень серьезная наука, серьезные исследования, серьезные знания, которые позволяют оптимизировать конструкцию. Даже если взять опору, вот опора, вроде какая разница, а разница существенная. Если опять же, видите, это опора консольная. Если вот есть закон Эллера, как конструкция теряет устойчивость. Ужатый стержень. Это существующая эстакада, вот опора. А это струнная. Вот мы даем сюда нагрузку, она вот так теряет устойчивость. А если мы сюда даем нагрузку, она теряет устойчивость вот эта. Поэтому, если здесь нагрузка П разрушает, то здесь 8П. Прочность опоры увеличится в 8 раз. Либо мы можем в 8 раз уменьшить материалы, чтобы нет, уже не существует. Только потому, что вверх по-другому закреплен. Всего лишь. Это мелочь. Вот с этих мелочей складываются все преимущества системы. Их много. Я не буду рассказывать об этом. Я просто, ну, хотя бы могу сравнить. Потому что многие говорят, да вот, до японцев там лучше всего. Ну, взять вот японцев, хорошо. Они построили на Тайване. В 2007 году ввели в строй высокоскоростную железнодорогу 300 км в час. Ну, не самая большая скорость. Какая у них эстакада? Она в основном на эстакаде идет. Вот представьте, значит, гербалки железобетонные. На пролете 35 метров, всего лишь 35 метров. Каждая балка весит 800 тонн. 35 метров. Настолько мощная, что ее ценят на отдельные куски, чтобы привезти хотя бы по 100 тонн. И потом 100 тонн им кранами монтировать. Потом здесь лежит плита весом 1000 тонн. На пролете 35 метров. А потом уже здесь щегонка, шпалы, рельсы. Щегонка, шпалы, рельсы. Нагрузка настолько большая, что под каждой опорой, представляете, какая опора нужна руму. Под каждой опорой 4 бурно-бивные сваи, диаметром 2 метра. Вы кто-нибудь видели такую сваю? Это вот метр семьдесят. Длиной 60 метров. Вес одной сваи 800 тонн. Вот хваленые скоростные железные дороги Японии. Ну, у нас же самая передовая. Мы же белорусы, наверное, не знаем, как хорошо строить. Они-то знают. Как у нас сейчас у белорусов будет? Значит, понятно, сколько там материалов, да? У нас, значит, двухпутная дорога тоже. Пролет будет пятьдесят метров. Вы уже первую опору видели, да? И уже мы смонтируем фундамент в первую промежуточную опору. Пятьдесят метров. Значит, пролет у нас пятьдесят метров. Он настолько большой для железной дороги, что они такие пролеты не делают. Они максимум тридцать пять метров. Потому что там нелинейная зависимость. Два раза пролет больше сделать, что он будет четыре раза, а то в восемь раз дороже. У нас пятьдесят метров. Значит, там получается около ста тонн. Материалов на погонной метре. Сто тонн. У нас будет стали и железь бетона на погонной метре четыреста килограмм. Сто тонн четыреста килограмм. Стали и бетон, да? Стали и бетон, да. Ну там тоже, там арматура немеряная. Там же арматура, бетон, да? А? Это я беру про эстакаду. Я пока не беру опору фундамента. Ну по опоре уже ясно, что поскольку там на опору четыре тысячи тонн, а у нас сорок тонн нагрузка, то наверное ясно, что дешевле будет. И во сколько, так же, да? Тем более, что у нас по-другому закреплено, поэтому мы еще на этом экономим. Поэтому у нас опора будет, там опора метра три диаметром, а у нас будет сорок сантиметров. И у нас есть вариант со свальным фундаментом, но мы сейчас другой ставим, у нас есть вариант, потому что надо еще сваи создавать там. Если свальный фундамент, у нас сваи будет сорок сантиметров, и длиной будет 9 метров. Так не удивительно, что у них стоят от 100 миллионов долларов за километр, а у нас будет стоить от 3 миллионов долларов за километр. То есть этому есть объяснение. Не то, что я так хочу, я так придумал, и знаю, почему это лучше. За этим стоит физика, да? Математика, сатрамат, точный наук и эксперимент. Потому что все, что я делаю, я подтверждаю эксперименты. Аэродинамик – это продуктов в трубе, это не я сочинил, я нарисовал. Десятки продувок сделали, еще в 90-е годы, в прошлый век. Если там поведение опор, мы в озерах строили полигоны, проверяли все это. Там опора тоненькая, там опора промежуточная, высотой 12 метров, трубы 30 сантиметров. Там ЗИЛ 15 тонн, еще нагрузка оттяжка, то есть на опору нагрузка где-то тонн 40. Вот такая труба, она стояла, как они вангалы мы снесли. А имя вангала известно, это Министерство транспорта Российской Федерации. Вот они это сделали. Убрали конкурентов. Ну хорошо, что убрали. Мы сейчас Беларусь это делаем. Слава Богу. В этом плане нормально. Это вот как бы предыстория. В этом я возвращаюсь к Эхо-технопарку. И вот то, что наработано за эти десятки лет, и уже это будет четвертое поколение, чтобы понимать, что та же авиация от первого самолета братьев Райт до четвертого поколения, это А-380, понадобилось 100 лет. Мы прошли, я прошел этот путь за 15 лет. Озер это самолет братьев Райт, образно говоря. А то, что мы делаем сейчас в Эхо-технопарке в Марьиной Горке, это А-380, если проводить аналогию. Это четвертое поколение. Вы сами это убедитесь. Путевая структура уникальная, недорогая, надежная, долговечная. Унибусы. Просто там транспортное средство, как многие говорят, дали бы поехали. Да нет, это считайте самолет. Скорость-то самолетная. Причем, когда Унибус, он имеет интеллект. У него бортовой компьютер мощный. И он еще продублирован, можно сказать, что два полушария головного мозга. Он думает, он анализирует, он знает, куда он едет, он знает, с какой скоростью едет, он знает состояние дороги, он знает состояние всех своих механизмов, образно, как мы знаем, состояние органов. У него есть свои органы чувств в Унибусе. У него есть зрение, промышленное зрение, то есть оптика. Он заметит спичный коробок на расстоянии 500 метров. Анализирует. Если это не опасно, будет поедет дальше. Если опасно, он остановится. При этом, сейчас там любят и в фильмах показывать, как там террористы, кто-то еще там. Главное это, систем управления. Потом там, кто сейчас недавно фильм был, дарил всех, потому что там мешали своего управления. и начали делазом давить там, те, кто приехал, инвесторы и покупатели. У нас Унибус такую команду не выполнит, потому что у него есть интеллект. и если он, кто-то будет вмешиваться и будет давать команды, допустим, он видит, что впереди опасность, а могут давать команду, едь, принудительно, он откручит эту команду, и не поедет, не будет слушать. У него даже есть осязание. То есть это виброакустика, аналог осязания. То есть будут стоять датчики, и он анализирует, это уже у нас есть, мы это уже с элементами все поставили. То есть если появится трещина там, подшипник, он будет знать, что она появилась и где. Если появится трещина там, там в каркасе, он тоже будет знать, где она появилась. И соответственно, это с командой. Либо там на ремонт, либо там, это не опасно. Дальше ехать. При этом приезжает после манки на опоры, может поанализировать, а нормально ли она, если там появилась та же трещина, или что-то еще какая-то, просадка, он поанализирует, и сообщит ремонтникам, что там что-то произошло. Он будет анализировать состояние путевой структуры. То есть это не просто транспортное средство. Поэтому он будет связан с другими юнибусами. Они будут вместе ехать, двигаться. Не единственный, каждый сам по себе. И сейчас почему такая высокая аварийность на автотранспорте? Ну, во-первых, нет направляющих пути, хочу влево, хочу вправо, хочу обгоняю, хочу, да, навстречку, как угодно, да. У нас это невозможно. Так. Руль не нужен. Так. И при этом автомобиль управляет каждой отдельностью. Он не увязывает свое управление с управлением другим. Если что-то не случается, заснул. Глаза закрыл, задумался или что-то еще. Ну, попасть в голову, да. Потому что другие не знают, что это происходит. У нас же все это ввязано в одну сеть информационную и единая система управления. Поэтому вот эти аварийные ситуации невозможны в принципе. И поэтому мы можем поднять безопасность нашей системы, ну, в тысячи раз по сравнению с автомобилем транспорта. Я сегодня уже говорил, можем спасти за 21 век более 100 миллионов человеческих жизней. Потому что мы в тысячи раз снизим аварийность, если построим миллионы километров струнных дорог. И мы можем спасти от инвалидности более миллиарда человек. Вот это миссия, ради которой я работаю. Я это понимаю. Поэтому, что бы мне не говорили, я это делаю. Потому что я понимаю, что я могу это сделать. Я знаю, что я сделаю это с помощью, ну, вы мне помогаете в этом. Я один это не сделаю. И вы делаете очень важную, сложную работу, как обеспечить финансирование. Это не менее сложная вещь, чем сделать ту науку, оттуда. Потому что это самое критичное сейчас. Раньше было, я раньше говорил, что мы решим все проблемы. И научные, и технологические, и конструктивные. Если будет финансирование. не будет финансирование, мы ничего не решим, ничего не сделаем. Поэтому, то, что вы делаете, не менее значимо, чем то, что мы делаем, то, что я делаю. Поэтому мы делаем это все. Все вместе. вот это мы все покажем, в этой технопарке. Причем, покажем не просто там транспортное средство, как автомобилисты. Ну, Маск, ну, сделал, ну, транспортное средство. Одно из тысяч. Потому что первый автомобиль был еще в 1837 году построен. Да? Это один из тысяч вариантов. И что это такого особенно, да? Он что, дороги делает лучше, чем они были? Мосты проектирует, путепроводы, станции, вокзалы, да? Он делает инфраструктуру. Нет. Он делает транспортное средство, причем в одном из вариантов. То, что мы делаем, это комплекс. Это не транспортное средство, а подвижной состав, причем трех типов. Городской, высокоскоростной и грузовой. Это дорога, причем очень сложная, эстакадного типа, неразрезная, статически неопределимая, преднапряженная. Это входит в комплекс. То есть, дорога эстакада. И инфраструктура. Станции, вокзалы, терминалы, стрелочные переводы, автоматизированные системы управления, энергобезопасности, энергобеспечения и связи. Вот это все вместе и дает SkyWay, а не что-то одно. Вот это мысль будем делать, в этой технопарке и показать. То есть, если мы чего-то не покажем, у нас, разнообразно говоря, не купят. Потому что скажут, а как, где гарантия, что он будет работать? Поэтому мы не должны что-то сделать и показать. Мы должны сделать все. Вот на это все. Нужно где-то порядка 300-300 миллионов долларов. При этом нужно вовремя, чтобы мы вовремя сделали. Потому что если растянется на десятилетия, то опять же, все уйдет в накладные расходы. И просто мы докажем тем же японцам, китайцам, что в это есть будущее, они сделают еще быстрее у нас. Поэтому мы должны финансировать по графику. Это вот одна основная задача, как зафинансировать все эти по графику, чтобы вовремя сделать вид. Вот сейчас у нас 120 конструкторов, надо 200, это мало. Это кислорная задача. Вот если взять, допустим, я помню, обращался в компанию «Талис». Это французская компания. Когда мы в Ханты-Массийске работали и хотели сделать городскую трассу, там нужна была автоматическая система управления. Ну, я обратился в фирму «Талис». Она инженерная компания. Она разрабатывает систему управления для скоростных железных дорог. Я узнал, что у них работает 40 тысяч инженеров. 40 тысяч. Они разрабатывают только систему управления, а не тот комплекс, о чем я сказал. Они говорят, да сделаем мы вам систему управления для Ханты-Массийской. А сколько вам стоит? Ну, 5 миллионов евро адаптация нашей системы вам и полтора миллиона евро за километр. У нас дорога дешевле. Это ваши трудности. Она столько стоит. Так вот та система управления, которую я уже сказал, она будет стоить до 100 тысяч долларов за километр. Более умная, более правильная, с интеллектом, работающая в другой логике, сейчас еще на голову. О, вот у нас. Молодой акционер. Молодой. 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 Поэтому систему управления мы тоже покажем. И мы уже создаем, как и другие системы. И это вот этим небольшим коллективом, очень небольшим, для таких задач. Потому что чего здесь не бывает, нельзя там одного, один-два конструктора и типа они все сделают. Ну, когда говорят, что да, и несколько там собалки, студентов, статистик. Они там, так, имитируют деятельность. Это те, кто не понимает, что было конструировано. Чтобы самолет А380 сделать, Арбас потратил, ну это Франция, Германия и Великобритания, потратили 12 миллиардов евро и 10 лет. Тогда не создали. Поэтому то, что мы делаем, мы делаем за смешные деньги, смешным количеством людей из другого качества, высочайшего качества, только совсем другой. Только потому, что есть предыстория, которую я сказал. Без этого ничего бы этого не было. И понимание, как делать правильный транспорт. Понимание глубинное, до деталей, для мелочей. И поэтому неудивительно, что грамотные оценщики, международные оценили визитуанную собственность, права на нее, на ухава и так далее, 400 миллиардов долларов. Говорят, а что так дорого? Наоборот. Здесь можно показать, что эффективность того, что мы применим, будет, я считал, за 21 век эффективность, если мы построим миллионы, ну не мы, а человечество, да. Экономический эффект суммарно, социально-экономический, превысит тысячу триллионов долларов. Ну, вот я говорю, это цифра для мной, для меня нет, 100 миллионов человеческих жизней. Ну, подумаешь, 100 миллионов больше, 100 миллионов меньше, все равно же умрут. Ну, когда упали в башню близнецы, в Нью-Йорке, семьи погибших заплатили по 3 миллиона долларов за человека, ну погибших. А ценим не 3 миллиона, а миллион. Мы не знаем, кто погибнет. Может погибнет будущий Эйнштейн, Ломоносов, Пушкин, да. Не просто рядовые, там погибли рядовые, да, люди. Миллион долларов. Вот сэкономим 100 миллионов человеческих жизней, ну как бы спасём, умножаем, 100 триллионов долларов. Экономический эффект это спасение человеческой жизни просто. Потому что эти люди будут работать, да, создавать и так далее. Дети тоже гибнут аварик, не погибнут, они создают новые семьи, да, и будут новые, так сказать, потомцы и так далее. Это же, ну, цивилизация будет по-другому развиваться. Так это по минимуму 100 миллионов, триллионов, только вот на это вели, да. Миллиард инвалидности тоже, ну, подумаешь, миллиард больше, миллиард меньше, в Китае много, полтора миллиарда. Опять же, если взять 100 тысяч долларов на среднюю инвалидность, хотя на самом деле больше, по 10 человек, умножаем, 100 триллионов, почвы, пять, в Великобритании почвы, на этой почве сейчас ничего не растёт, она не даёт кислород, там нет зелёных растений, которые вырабатывает кислород, в котором мы дышим. Так мало того, что автомобиль убил вот это, так он ещё жгёт кислород с атмосферы и выбрасывает, вместо него вот эти отходы, выхлоп, да, мы же эти почвы вернём, тоже вносится, да, ресурсы, или вот так, как японцы строят, или так, как мы. И там на ресурсах экономия получается 500 триллионов, триллионов долларов, если построить десятки миллионов километров дорог, хотя бы заместить то, что построили в двадцатом веке, вот в двадцать первом столе, только заместить автомобильную дорогу. Их сегодня построено около 40 миллионов километров. Поэтому то, что мы делаем, это очень серьёзно, если многие не понимают, у нас много недоброжелателей, можно сказать, правов, конкурентов недобросовестных, они, кто-то осознанно не хочет понимать, а кто-то просто по недомыслию не понимает, то не важно, он нас понимает или нет. Важно, что мы знаем, что мы делаем, мы будем это делать, и сделаем. Поэтому, что ваше число должно расти, у нас должны быть сотни тысяч, а потом миллионы акционеров, инвесторов, когда-то будет большая сила, и мы действительно сделаем это для всего мира, для человечества, для одной страны. А здесь, в Марьиной Горьке, будет просто салон продаж струнных технологий, что-то вроде силиконовой, ну, Креми в долине США, откуда вышла вся силиконовая. Вот, чтобы понимать, там сейчас, здесь у нас тысячи компаний, с общей капитализацией около десяти триллионов долларов. А когда-то это было, ну что, лужайка какая-то, поляна, там ничего не было, как и сейчас, в Марьиной Горьке. А кто знает, что будет через двадцать, тридцать, пятьдесят лет? Это от нас все зависит. Поэтому, то, что мы заложили сегодня, нулевой планет, это, я вот понимаю, насколько это значимо, на самом деле. Это старт, вот, такой мощной отрасли, очень важной, очень нужной всему человеку. Ну, это, как бы, вот, краткая история того, что сегодня мы сделали, и то, что, ну, что пришествовало этому. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарим. ПОЕНЬ� ПОЕНЬКО Скупь спасибо. ПОЕНЬКО ОТМИ Реквар empire какой у нас Автор посерединия которого включает наш маленький